Ну что ж, теперь уже несложно и самому, и самим догадаться, допереть, почему наша зовничняя внешняя политика Украины и МЗС, МСЗ Украины в такой заднице. Все очень просто и до примитивного банально. Так, оказывается, что, в чем же причина? Да банально идиотически примитивно, что от сведений, от новостей, полученных непосредственно с Голландии, непосредственно с самого голландца, нидерландца, он рассказал, что их СМИ государственные, поинствовые, in references, ну, в референциях, в источниках, в ссылках с Джерел, тех, которых они хотят оповестить о конфликте каком-нибудь на наших терренах, на наших территориях, там, об Украине, о России, о релациях, о новостях, які відбулися, або тут, в Украине, або на Майдане, або зараз, під час війни, так они, представьте себе, государственные жрюдла массовой информации, источники Джерелла, они берут references, от Russia Today, они ссылаются на эти источники Чикатило ТВ, Чикатило ТВ, они на это ссылаются, и это вставляет в ухо, в уши, в мозг кого? Своих citizens, своих голландцев, граждан своей страны. А я думал-подумывал, зачем Путину тратить такие баснословные бабки, бабло, вкладывать в какие-то там Russia Today. Кто их смотрит вообще там, в Европе, в центре Европы, в центре демократии? Кто смотрит это говно? А оказывается, не то, что смотрят, а берут с этих Чикатило ТВ references, ссылки, ссылаются на них в оповещении событий, которые происходят здесь, на этих терренах, на территории Восточной Европы, в релациях Украины и России, в релациях вообще всяких. Так, вы представляете, до какого отупения, имбицилицизма дошло вот это все, вот эта вся хрень дошла? Я в шоке. И я, конечно, попросил его дать интервью, но как дело дошло до называния вещей своими именами, все, он прервал, обиделся на меня, разозлился, матюкался, я там чуть матюкался, он говорит, что я вкладываю в его уста, I am put in your mouth, manipulate, то, что я хочу. Да я правду хочу вложить в его уста, в его мозг, чтобы эта правда передалась его сородочам, согражданам, его голландцам, чтобы эта правда передалась о нас и все. Я называл вещи своими именами, что так могут поступать только идиоты. А это его разозлило, что, нифига себе, мы тут какие-то бомжатники, ездим к ним до працы, и они еще идиоты. Посмотрите, как это, блин, вообще. Вы тут бомжары, лазите, квоты просите у нас. Да, мы просим квоты, я прошу квоты для семей, тех, которые служили в АТО. Честно, правильно. Для семей, для их самих атошников. Дайте квоты на места рабочие, чтобы они получали гидную зарплатню. У вас в Голландии не надо давать в АТИ какие-то квоты, естественно. Но гидным рода сего, нации украинской, надо давать какие-то квоты, чтобы они здесь поднимались, чтобы они поднимали бизнес, экономика и т.д. А он разозлился, обиделся. Ну, Господь ему судья, естественно. То есть, ну, допустим, голландцы. Dutch people. Я уже не говорю там о других нациях, я с ними еще не разговаривал, с европейскими. Ну, вот с чем имел дело, о том и рассказываю, что они что понимают, что мир уже изменился, что как до жирафа должно доходить это. А они, я так думаю, по-прежнему воспринимают Except Our World, как на биполярный мир, в котором они, капиталистический мир, который развалил этот великий, дремучий, гребаный совок, билатеральные вот эти отношения, стали теперь монополярными и т.д. полярными. Они так по-умному это воспринимают, блин, что они находятся в том пространстве, которое победило. А мы тут должны в ногах ползать, ползать. Ну, и они считают нас еще по-прежнему нацией или там страной, там отстала экономика, коррупция. Украина, да это ж corruption, это отстой. А они, слушая Чикатило Ньюс, они не отстой, получается. Да они хуже отстой, они хуже этой коррупции. Они идиоты. С развитой экономикой. Как это может быть? Да вот так это и может быть. Так оно и есть. А потом я запитал, у Ясеня, где твоя, коханая, Ясень, отповев мне. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. То есть, запитал я одного старого борца, досвідченного дуже з хельсхинской группы в Украине, украинца, правдивого. Что сталося с Украиной в 18-му роце, 100 роков тому, что она не защитила, а вот Пилсуцкий повстал, поднял войско, войско свое, и загардников, вонючую банду Муравьева, тогда Тухачевского там получилось, у нас Муравьева, там банда Тухачевского, которую он выпердолил с Польши. 130 тысяч воевало поляков, выпердолили красных, червоную заразу, коммунистическую, атеистическую. И Польша как-то зажила. Да, продали Украину, это само собой. Но я у него спрашиваю, почему у нас не 100 тысяч вышло, даже не 50 тысяч, даже не 5 тысяч, а всего 500 спартанцев крутян. А он говорит, ну а нам не дали выйти. А я же говорю, а кто же нам повинен давать, если бы мы вызначились с независимостью Украины, и нам еще загардник, и нам еще оккупант повинен что-то давать или не давать, так? То есть, имея все, что нужно, штыки, дух, борьбу, мы не сдолали это, не подолали, не смогли заорієнтуватися, да, таки, не смогли заорганізуватися, чтобы отстаять свою ненькую независимость. Отчего и отримали Голодомор. И после этого, даже и после этого, украинцы не понимали, потому что кто же будет понимать, когда их уже нет. Голодомор их снищил, снищил село, снищил родину на селе, который приносит урожай, поставил туда гребаные колхозы свои, и отримали то, что отримали. Савок в мозгу, везде савок. То есть, мы этим тоже критикуем, мы говорим, что вы идиоти, перестаньте жопу лизать тем, которые не признавали Украину, и ОНР, Украинскую народную республику, и ничего не признавали, а теперь мы под ними ходим, под олигархники, под жиддивники, и под хуйловники. И не хочем его признавать, бо шароварщины больны. Мы это тоже критикуем, но мы и критикуем европейцев, которые должны, хотя бы не на примере Украины, а хотя бы на примере своих имейдж-17 о чем-то соображать, что нельзя слушать Раша ТВ, Раша ТД, нельзя слушать Чикатило ТВ, нельзя, вы же как милиционеры не можете обращаться к Чикатило ТВ, к Чикатиловцам, и говорят, дайте нам какую-то информацию о убитых пионерах. Он говорит, да какие убитые пионеры, это они сами пришли и пытались нас убить, и они сами себя поубивали, а мы тут рядом картошку жарили. Никто, ничего, а вот же доказательства, перестаньте, никаких доказательств нет, это вы высосали с пальца, вы сами все придумали. То есть, получается, гонить бы на гонить бы, ничего не произойдется, и они там имеют голос. То есть, Раша ТВ, Чикатило ТВ, переименованное в Ангел ТВ, или еще какой-нибудь, они там вещают, и они берут референсы оттуда, и вещают у себя, переказывают, что случилось в мире, слов, со слов, с информацией, с источниками, от этих Чикатило ТВ в Европе, в Нидерландах. Это капец, это чистый идиотизм. А он разыгрался, обиделся, все, я манипулирую, да, то, что это идиотизм, то есть, я манипулирую, это капец полный. И я же у него пытаюсь, спрашиваю, кто президент Нидерландов? Он говорит, такой-то, такой-то. Я ему риторически спрашиваю, для глядачев, для голландцев, чтобы они, ну, через вот этот, через риторический вопрос, они оценили свою глубковатость, идиотизм. Кто президент Нидерландов? Эмигранты, которые наводнили, которые диктуют не национальные устои Нидерландов, а свою какую-то хрень. Говорят, что нужно отменить Блэк Пита, помощника такой, эльф Деда Мороза, Санна Клаус, сугубо христианский персонаж. Говорят, нет, это надо отменить, это все фигня, мы тут эмигранты, мы тут живем, тут им пользуются права, у нас демократия, у вас демократия, все нормально, пошли вы нахер со своим национализмом, давайте то, что мы хотим. То есть, кто правит этой страной, кто президент? Эмигранты или Путин, источники ТВ, которого вы берете, журналисты, тупорылейшие, мрази, конченные на крови своих же граждан, убитых через путиновские буки MH17, как вам не стыдно, мрази, что вы вытворяете? Или кто еще, какие марсиане правят Голландией, кроме голландцев? И почему они так на это смотрят спустя рукава? Они что, стали дебилами или чмошниками? Это ж нормальный риторический вопрос, чтобы они, ну, их к совести призвать. А Анну Боррея убежается. Жесть. Он также пояснил, что задолженность Нидерландов перед МВФ лихвяжами, лихвяры, чисто кидальческая организация, которая далпливает страны в долги, а потом поимеет эти страны через правительство, через задалживание или тому подобное, через долги, наказывают, что им делать. 20 миллиардов у них долг внешний перед МВФ в Проксимитле. А у нас, то есть, в принципе, они тоже в задолженности. Есть о чем подумать совместно. Есть медиапривид, о чем говорить, чтобы правительство таким чмошем не было, не подлегало под этих задалживателей. То есть, или Голландия правит Туск, который у себя в Европейской унии вообще марионетка меркелевская, вообще ничем не правит. Вообще, ну никакая, ну сошка. Поляки постоянно жалуются. И я ему рассказал про историю про велосипед, что если велосипед едет на полной скорости, у велосипеда отвалилось заднее колесо, и потом через 10 метров этот велосипед врезался в дерево, то что есть причиной того, что велосипедист с велосипедом врезался в дерево? Дерево или то, что отвалилось колесо? Естественно, он говорит, конечно же колесо, то что уилл, отвалилось. Destroy уилл. Ну окей. И я ему привожу пример потом с этим великом колесом с якобы катастрофой. Убийством путиновским в 10-м году президента Польши Леха Кочинского, молжонку Марию Кочинскую и 96 польских патриотов, весь склад политический, самый пропольский, самый пронациональный нынки Польши, погиб. И 100 метров от локализации падения были найдены очень большие части остатков хвоста этого самолета. То есть где-то 80 метров найдены остатки хвоста плюс 10, 20, 30 метров и по инерции они еще будут лететь не прямо по ньютону упадут как яблоко, а будут еще по инерции пролетать. Значит это еще минимум как 200 метров там где взрыв был, упали останки хвоста, а потом это уже этот самолет врезался якобы в березу панцерную как бы рассказывают что это металлическая береза через из-за которой начали описывать сразу медиа чьи медиа вонючего гнида чтобы не матюкаться дальше Туска и его вонючее правительство гребаного Копач тогда еще не Копач был Комаровский вице-спикер был вернее спикер парламента а ну тогда же президент Лех Кочинский который погиб а Туск был в правительстве и вот эти гребаные СМИ все ну про немецкие да они СМИ начали трындеть что и генерал Блащик генерал штаба натовского в Афганистане был погиб тоже что они якобы все бухи летели спустились ударились березу и крах трэш все самолет взорвался это вина поляков то есть капец полный то есть Грузия напала на Грузию это вина Грузии Украина напала на Украину это вина Украину там гражданская война все нормально а чекатилы празднуют из-за кого из-за мрази гнид и тупых олухов имбецилов людишек как здесь так и в Европе я это пытался им input in his mind вложить он говорит я блин манипулирую ешканый ты бубли ну как же не стыдно вот так вот быть европейцем вот таким жесть то есть я к вам зрители поспешил с приветом рассказать что солнце село в том что был случай такой что украинцы ограбили эрмитаж в Голландии вынесли массу куча картин но то ли при Кучме то ли при Януковиче кажись кажись при Януковиче короче точно не помню но помню что тут было масса криминала российского который манипулировал точно что манипулировал вкладывал input on minds in our minds курды манипулировал криминалом украинским они взяли пошли чухнули украинцы думали что они просто грабят галерею эту голландскую а эти делали это чисто с политическим подтекстом чтобы потом когда случится так что тра-ля-ля чтобы ну Украина пойдет куда там Европу а чтобы Голландия была против этого естественно потому что Голландии будет обидно на Украину потому что Украина как бы обокрала их картины вынесла с галереи то есть это для служб специальных ФСБ России это было ну нафиг им эти срали с картинами которых не продашь нигде они попаленные все нахер они как мокруха попаленные нахер а им нужно это было для того чтобы задержать голос голландцев чтобы голландцы были все злые потому что у них же все новости там схвачены с Раша ТВ они могут вещать это перекладывать путин маус голландцев как Раша ТВ как хотят перекручивать все это что мы бандиты грабим все нельзя их принимать и когда даже нахрен нафиг сменилась власть убежал Урка Урка Ганищев Янок пришлось время давайте вы же кричали Европа Европа мы же проливаем кровь за идею европейскую а европейцы плюют на эту идею и на эту кровь получается проливаем украинцами за идеалы они говорят да вы же грабители такие-то всякие-то такие-то то есть они что хотят чтобы тут Россия через марионетку через вассала Украина была мощным грабителем всей Европы заняла Черное море все оккупировала ну если Украина сдастся и играла как политический бандит там на карте европейской они там что они демократические там они там педрические всякие всякие биосексуалерические такая демократия это что демократия делать с человеческим телом сатанизм это что демократия нахрен нет мазафак это сатанократия и мы об этом говорим риторически чтобы люди начали слушать это чтобы им было стыдно чуть-чуть что это им говорят какие-то украинцы которые ездят нам на работу потому что там им это никто не говорит ну а мы говорим потому что говорим потому что мы терпим кровь украина проливает они вот такие важные блатные еще обижаются капец полнейший а что делает наша мзс министерство за кадрических закордонных прав и свобод украинцев что она как она отстаивает эти права да никак чмыри чистой воды фуфлометы то есть когда этих в тупых фуфлометов приходят грабят они кричат мамочка на ротунок помогли поможить а где же вы были когда от вас требовалась помощь вы смотрели чикатило тиви вот и привело к тому что вы на нас плевали нас сгонбили нас опять на колени поставили и колени не выдержали и стали опять бандитскими и опять украина стала бандитская вас грабят то есть грабители вам не нравится это плохо победить вы их не можете потому что там же ядерное оружие да то есть как еще с этим идиота центризмом бороться с манипуляцией европей с грехом это ж грех ты подвергайся манипуляции но ты знаешь правду открывай библию читает нет не читается значит и грешник значит какой-то европейцы ты обычный грешник и тебя надо вытягивать оттуда об этом нужно говорить по крайней мере чтобы до тебя дошло значит тогда твой рейтинг твой ранг вот этого величия шоуны крутые европейцы тут не на работу все ездят он уступает уже тогда получается перед миром и европейцы и те которые вот такие чмыри тоже они имеют вартости они не имеют веса они рангово как опущены чмыри их лоханули и они хотят этим принизить чтобы самим через свое чморовство покрыть это закрыть пеленой брехни как забором огородиться этой брехнёй к отца ну это путиновской и нам втюхивать что мы никакие то есть грёбаные чмиришки чмирюшки хорошо устроились на шарах тут за них проливают кровь они ничего не хотят делать еще кричат давайте отменять санкции чистые чмири но они же этого не понимают у них этих понятий нету у них вообще таких понятий нет они живут не по понятиям они живут по своим вонючим правилам типа якобы демократии быть бисексуалом быть еще тем угодно но только не христианином потому что если ты христианин ты должен оценивать и свою жизнь и мораль и т.д. и т.п. а то что они там ходят и кричат что они там какие-то там националисты ходят в церковь но это ж только показуха в реальности они слушают чикатило рашка тиви и берут оттуда референсис как источник то есть у них нет своих ни глаз не ушей не мозга они питаются от путина то есть президент их не путин жрут они смотрят путин тиви значит кто они они не нидерланды они такие же как россияне тоже находятся под палкой под колпаком у этого фюрера мюллера путина ничем не отличаются и принципе по равнозначности экономики такие же только у голландии нету ресурсов а у россии их столько шоу несметные богатства так она шо на то усе на то на то на то и есть чтобы пескарь не дремал щука на то есть только сам пескарь спит дремает и вот сжирает постоянно то есть когда строили керченский мост шо на то на то ну ничего а шо на то на то когда катастрофа и якобы не катастрофа по тузского версии комаровского с польским самолетом взорвал который путин шо на то на то тоже ничего потому что суверенная республика польша при будучи тогда тузском уряде сказала что все россияне мы все делаем так как и россияне а шо на то на то да ничего потому что туз такой такое правительство такой суверен а я скажу нашел то на то к тем государством которые загомнены своим гамнецом продажным предательским нато в принципе априори ничего поделать не может она только может порекомендовать а те слушаются или не слушаются если бы нато с ними разговаривала по-другому бы но мы что не в нато тем более и больше что была в нато ну и даже генерал блащик был генеральным штабом генерал штаба натовского в афганистане это ничего потому что туз такой потому что такой комаровский был в польше юдо мафия и тому подобное то есть немножко приближаемся к версии гордона который говорит постоянно как ляшко правильные вещи да что же это такое творится да вот надо было так ну что ж надо было бы так гордон надо было бы когда ты фоткался с этим добкиным шмопкиным и шуфричем в нквдовской форме надо было им сказать вы не делайте так вы не продавайте украину потому что я буду через столько-то там лет когда вы ее продадите а вас рассказывать но он до сих пор о них не рассказывает он говорит что это его друзья но говорит что он просто сфоткался на украину не продавал так почему что этим гребаным вонючим уркоганищем маячней януковича марионеткам гребаным не порекомендовал тогда настоятельно назидательно а до сих пор называешь их друзьями и т.д. короче и почему ты бабки имеешь гордон почему ты когда в австрию ездил вернее почему он гордон когда в австрию ездил он не выступил там не нанял себе этого переводчика с удовольствием за бутылочку венца какую-нибудь девушку си свозить ее на курорт чтобы она ему перевела он выступил бы в австрийском телевидении и сказал что же вы делаете путин то не рукопожатный не надо ему руку пожимать я настоятельно вам острияки рекомендую немцы поехал к немцам я вам рекомендую поехал в грузию там не ему сами могут грузины порекомендовать ху из ху но этого он не делает он только в это в мураевском one news выступает и всю и говорит как надо было бы и как надо будет бы а сам никакой руки не к чему не прикладывает вот его суть той нации которой он себя именует вот и суть той нации которая управляет нами естественно же не украинская а тем более не про украинская нато нато а что нато 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 а